Дай почитать Это известный анекдот из культового текста Самиздата советского времени Он часть одного из самых любопытных маргинальных текстов В огромном количестве копий, гулявших в Самиздате Более того, у этого корпуса анекдотов нет узнаваемого названия Авторская «Веселые ребята», потом анекдоты о писателях и даже фальшивый Хармс В 1971-1972 годах два художника Владимир Пятницкий и Наталья Доброхотова-Майкова Решили посочинять что-то в духе доброго юмора Так и появились веселые ребята Знакомым очень понравилось, стали копировать, переписывать Титульный лист потерялся И так эти забавные истории стали приписывать Хармсу Но справедливость и истина восторжествовали Опубликована книга анекдотов о писателях Приписываемых Хармсу под настоящим авторством Наталья Доброхотова-Майкова и Владимир Пятницкий Лев Толстой очень любил детей Под редакцией Софьи Богдасаровой Здесь опубликованы и сами тексты, и забавные рисунки к ним А еще интервью самых различных людей о знакомстве с веселыми ребятами И не надо думать, что это издевка над нашей действительно великой литературой Нет, это попытка посмотреть на классику не забронзовевшую и гранитную, а навечно живую и животворящую Ты воспринимаешь великих не как отдельных персонажей, а как членов одной компании Это пантеон русских писателей Да, в анекдотах они превращаются в персонажей комедии масок У каждого она своя Толстой любит детей Лермонтов влюблен в жену Пушкина Тургенев чуть что уезжает в Баден-Баден А упоминания о Достоевском всегда сопровождаются царство ему небесное И, наконец, веселые ребята – это прекрасное свидетельство вечной молодости и витальности нашей классики А уж классиков мы любим не по принуждению Они ж нам как родня 16 плюс Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское 65, Ленина 103А, Луганское 53 и Волково 6А До новых встреч! Дай почитать